Ведь фактически смерть больше затрагивает остающихся, чем уходящих. Ибо знаем мы эту цитату или нет, но слова некоего остроумного мудреца сохраняют для нас и теперь свой полный внутренний смысл. Пока мы есть, смерти нет, а когда есть смерть, нас нет. Ведь внутренние переживания человека тем сильнее, тем острее, чем уединеннее, спокойнее, бесстрастнее он живет внешне. Забыть. Да разве это утешение? Время – иллюзия, его течение в формах причинности и последовательности, лишь восприятие наших органов чувств, особым образом построенных. Истинное же бытие вещей – это неподвижное теперь. Злость, сударь мой, это душа критики, а критика – источник развития и просвещения. Нет зрелища отвратительнее, чем человек, презирающий сам себя, но все же из трусости и тщеславия, желающий быть обаятельным и нравиться. Есть люди, с которыми нелегко жить, но которых невозможно покинуть. Человек молод или стар в зависимости от того, каким он себя ощущает. В семье все должны стоять друг за друга, иначе беда постучится в двери. Ни одного сколь-нибудь связанного суждения, ни одной отвлеченной мысли человек не выскажет без того, чтобы не выдать себя с головой, бессознательно не вложить в них свое «я», не передать символический, ледь мотив и исконную проблему всей своей жизни. Вы не заметили, что когда русский говорит четыре часа, это все равно, что кто-нибудь из нас говорит один? Разве небрежность этих людей в отношении времени не связана с безмерностью пространства, которое занимает их страна, там, где много пространства, много и времени? Недаром про них говорят, что это народ, у которого есть время и который может ждать. Люди возмущаются и злятся на какое-нибудь предложение, только когда чувствуют себя не вполне уверенными и ощущают соблазн пойти на это предложение. Что такое собственный успех? Это таинственная, необъяснимая сила. Осмотрительность, собранность, сознание, что ты воздействуешь на ход жизненных событий уже самим фактом своего существования, вера в то, что жизнь угодливо приспосабливается к тебе. Субтитры создавал DimaTorzok